Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной, заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня мы с вами переключаемся с европейской статистики на макроэкономический фон из США, поскольку на повестке у нас отчет по Non-Farm Perils. Помимо динамики числа новых рабочих мест в действительности хозяйственного сектора, у нас будет фокус внимания посвящен и уделен также ставке и уровню безработицы. Ну и, наверное, больше акцент мы еще сделаем на прирост заработных плат, поскольку традиционно продолжаем искать в этом релизе поддержку для идеи, связанной с готовностью ФРС к нормализации денежно-кредитной политики. Потому что рост заработных плат – это традиционный сигнал постепенного восстановления и инфляции, смещения его в сторону целевого значения, что может еще больше повысить вероятность решительности ФРС вот уже в ходе ближайшего заседания июньского, которое состоится в середине этого месяца. Что касается доллара, о нем мы, безусловно, поговорим в контексте даже тех релизов, которые были опубликованы вчера, но я считаю то, что мы должны все-таки сохранять нашу преемственность. У нас есть традиционный сценарий, которого и нужно придерживаться. Начнем мы сегодня, как и всегда, с динамики черного золота и бренда. В частности, клоус вчерашнего дня пришелся на уровень 49.92. Сейчас актив торгуется повыше. Снова поддержка 50 долларов за баррель, к сожалению, позади. Актуальные цены 50.16. Вернемся теперь к самому важному событию последних недель, может быть даже месяцев, для рынка черного золота уж точно. Это заседание ОПЕК, которое было посвящено текущему уровню квоты по производству нефти. И в контексте ожиданий, опять же, в преддверии этого события, многие участники рынка, оптимисты и пессимисты тоже закладывали возможности обсуждения в ходе заседания вопроса, который предполагает постепенную стабилизацию цены восстановления на энергоисуса через решение солидарную позицию по снижению объемов производства. Хотя, на мой взгляд, очень неправильно было питать подобные иллюзии, поскольку буквально несколько дней ранее мы получили сигнал о том, что участники, вы вспомните позицию, в частности, Ирана, позицию обменных Арабских Эмиратов, они отметили, министр нефти, что такого пункта в повестке обсуждений и вовсе нет. Вчера, перед тем, как мы получили фактическое решение по квотам, на рынке периодически появлялись сообщения уже с ссылкой на то, что заседание идет. И эти сообщения, на мой взгляд, имеют такой долгосрочный посыл, который не нужно игнорировать. В частности, министр нефти Ирана сообщил о том, что в перспективе ближайших пяти лет они планируют разогнать планку производства до 4,8 миллионов баррелей в сутки. Тут же отреагировала Саудовская Аравия на эти комментарии, отметив то, что у них имеются производственные мощности, чтобы поднять планку выработки до 12,5 миллионов баррелей. Венесуэла вступила, скажем, в эту дискуссию, подчеркнув, что готовы бы поддержать любые инициативы, которые связаны с изменением, прежде всего сокращением предложения, поскольку Венесуэла, как и многие другие, заинтересованы в высоких ценах, но не будет этого делать, поскольку нет солидарной позиции со стороны Ирана и Саудовской Аравии. Собственно, с этим фоном мы подошли к фактическому решению по квотам. Поэтому, учитывая текущую тенденцию и то ралли, которое уже состоялось на рынке энергоресурсов, вследствие которого с начала года, можно сказать, что Brent вырос больше, чем на 80%, изменять параметры было нецелесообразно. Поэтому квоту для ближневосточного картеля оставили на прежнем уровне 30 миллионов баррелей в сутки, хотя сам ОПЕК на нее давно уже плевать хотел, учитывая то, что фактические цифры уже гораздо выше. В частности, в последний раз, когда мы возвращались к этому релизу, именно фактическому уровню производства, он составлял 32,7 миллиона. То есть, вплотную мы приблизились к отметке 33. Что касается дальнейших ожиданий и, прежде чем перейти к ним, причины, почему квота не была пересмотрена. Может быть, действительно, кто-то был удовлетворен позицией того, что сейчас лучше не корректировать политику. Но я думаю, что истинный посыл, он кроется несколько глубже и связан с тем, что, учитывая текущие высокие цены на Brent, мы по-другому не скажем. 50 долларов – это очень крутое значение. И мы уже говорили о том, что это как раз тот самый ценовой рубеж, который позволяет сланцевым производителям в США вернуться на рынок и начать, соответственно, проявлять активность в плане выработки. Это фактически в перспективе, пусть и не определенного времени, позволяет нам закладывать идею того, что предложение может вырасти. И я думаю, что ближневосточный картель исходил как раз из такого посыла. Если объемы производства будут расти в США совершенно логичным образом, потому что нефтяники американские не откажутся от такого лакомого куска, как нефть. И особенно с учетом высоких цен. И было бы глупо со стороны ОПЕКа, который изрядно уже поднадоял своей идее лоббирования оппозиции и желанием расширить свою долю на рынке энергоресурсов. Было бы глупо с их стороны сейчас снижать производство квоту, тем самым ограничивать собственный потенциал по выработке. Я думаю, что это как раз и есть ключевая причина того, что никаких серьезных решений не последовало. Для медведей это хороший сигнал, который возвращает всех к идее о том, что рынок по-прежнему остается с очевидным избытком. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос не удастся урегулировать. И косвенно подтверждает такую догадку и предположение слабая статистика, которую мы продолжаем получать из Китая на этой неделе. Промышленный сектор, кайкин и сфер услуг, которая вышла сегодня. И первые и вторые индикаторы снижаются уже которые месяц подряд, указывая на то, что экономика Китая даже с учетом тех стимулов, которые предпринимаются со стороны Народного банка, пока нуждается, может быть, еще в большей поддержке, но не может преодолеть риски дополнительного спада, которые являются горизонтным таким событием, способным реализоваться в самое ближайшее время. Поскольку мы с вами делаем ставку на то, что Китай остается слабым регионом, мировая экономика также продолжит слабеть, да и есть риски снижения спроса. Потому что для долгосрочных трейдеров этот риск, в принципе, был актуален всегда, но сейчас его актуальность подтверждается свежими цифрами. Мы делаем ставку на то, что рынок энергоресурсов создает оснований больше, на мой взгляд, для разгрузки. Безусловно, я знаю то, что среди вас есть трейдеры, которые нашли основания для роста этого актива. Но поскольку я стараюсь доносить объективную позицию, точнее, лучше сказать, собственную субъективную позицию того, что не вижу оснований, я думаю, что кто-то из вас разделяет мою точку зрения, прислушивается и вместе мы как раз и создаем тот пул трейдеров, которые выступают за то, что медведи просто обязаны в ближайшее время навалиться на этот актив, но и не дать ему забраться выше. Я думаю, что текущее значение очень высоки, безусловно. Есть вероятность того, что актив прибавит еще больше. Но потенциал роста куда более ограничен, чем потенциал коррекции. Это как с парой доллар-рубль, когда у нас есть сакральный рубеж 65, и мы знаем то, что ниже пара не пойдет. Соответственно, в отношении бренда у нас есть прежняя позиция. Я советую вам придерживаться медвежьих ориентиров. И думаю, что даже локально сегодня, учитывая эффект пятницы, кто-то должен проявить большую активность. И я думаю, что эта большая активность последует со стороны медведей. Поэтому наша цель остается неизменной. Коррекция в район как минимум 45. Будем наблюдать за ситуацией, будем следить за статистикой. Сейчас основной фон в плане серьезных ожиданий, таких как заседание ОПЕК, уходит на совсем растянутую перспективу. Но ничего страшного, у нас есть запасы нефти. В частности, вчера вышел отчет Минэнерго. Согласно релизу, мы отметили вместе с другими участниками рынка, что запасы снизились на 1,3 миллиона. Гораздо меньше, чем снижение прошлой недели, минус 4,2. Я думаю, что это позитивный сигнал, который, в принципе, на следующей неделе может быть уже конвертирован в статистику и цифру с ростом. И вот как раз эта идея и этот посыл может оказать нам дополнительную идею, как продавцам позиции черного золота. Российская валюта 66,81. Здесь такой устойчивый коридор, который находится в диапазоне 65,50 и 67. Консолидация вот уже который день в рамках этих полуторублей. Ситуация в целом не меняется. Мы понимаем то, что укрепление нефти, в принципе, должно было создавать причину для революции курса рубля. Но здесь есть еще и позиция Центрального банка, который уже ясно дал понять всем участникам, что для текущих бюджетных проблем рубль совершенно не нужен с котировками ниже 65. Я думаю, что те, кто следит за российской валютой, прекрасно это понимают, видят, как держится этот уровень. Ситуация не изменится в ближайшее время и каждый раз, когда пара умудряется подобраться к этой планке, принимают решение о том, чтобы увеличить длинные сделки и затариться побольше валюты, как евро, так и, соответственно, долларом. Полагаю, что среди вас есть тоже такие трейдеры, которые не упускают возможности, которые появляются на рынке и создающие хорошее основание ожидания девальвации рубля с учетом, опять же, конверсионных сделок. Чтобы получить в перспективе, ну, пусть и нескольких кварталов, может быть, до конца 2016 года, но я уверен, хороший профит, потому что пара непременно окажется выше 70 против доллара. Европейская валюта против американца. Сейчас актуальные котировки 1.1.55. Вчера мы видели то, что евро снова казался под вполне оправным фундаментальным давлением, причин несколько. Локальная статистика и, собственно, на мой взгляд, мягкий подтекст и мягкая риторика Драги, на которую мы и настраивались. В частности, если вернуться сразу к заседанию Европейского Центрального Банка, ключевые параметры денежно-кредитной политики остались неизменными. Ставка по депозитам и рефинансированию на старых уровнях. Мы даже не предполагали, что сейчас могут последовать какие-то изменения. Рынок также не сомневался в том, что они останутся на прежнем уровне. Поэтому, как только вышли обновленные параметры, динамика евро оставила. Конечно же, желать лучшего, потому что волатильность составила там 10-15 пунктов. Это ерунда. И все перестроились уже на ЕЦБ, на конференцию. И основные движения пары произошли как раз в тот момент, когда начало вещать Драги. Традиционно, тезисно, хочу предложить вам, скажем, выборку из того, что он сказал. Драги отметил, что на текущий момент политика Европейского Центрального Банка остается по-прежнему крайне гибкой, адаптивной. ЕЦБ следит за ситуацией в мировой экономике. Допускают то, что риски Брекзита сейчас недооцениваются. Они могут быть значительными, собственно, так же, как и риски дополнительного спада развивающихся рынков. Драги подчеркнул, что второй квартал 2016 года для еврозоны будет слабее первого. И причина кроется в низком спросе на внутреннем рынке и в слабом экспорте. Что касается текущих экономических стимулов, то программа количественного смягчения в расширенном составе начнет действовать с 8 июня и продлится как минимум до марта 2017 года. Поскольку есть риски того, что достижение целевого показателя может затянуться, ЕЦБ готов принимать дополнительные решения в контексте тех мер, которые уже были озвучены. И я думаю, что это как раз как минимум все, что он сказал, можно воспринимать как мягко-нейтральный комментарий. Но в любом случае в этой формулировке прозвучало слово «мягкий», что создает нам хорошие условия для того, чтобы мы не отказывались от наших средних и долгосрочных посылов по ослаблению европейской валюты. ЕЦБ действительно будет более решителен, если потребуется ситуация. Она, я уверен, потребуется, потому что последняя статистика указывает на то, что даже высокие цены на нефть никак не могут повлиять на уровень потребительской активности. Годовые значения – минус 0,1%. И вчера еще вышел индекс цен производителей еврозоны, который оказался хуже некуда. Минимальные значения с 2009 года – месячный – минус 0,3%, годовой – минус 4,4%. Соответственно, будучи компонентной показателем инфляции, у нас есть сигнал для того, чтобы мы готовились к следующему месяцу, как к еще одному периоду, уже пятому по счету, снижение в годовом выражении потребительских цен и пребывание показателя ниже нуля, то есть в отрицательной зоне. Это негатив совершенно очевидный, который создает достаточно условий для разгрузки евро. Плюс ко всему, против европейской валюты действует, безусловно, еще и американская валюта. Не обращайте внимания на динамику пары USD и иена, потому что мы сейчас о ней поговорим. Там причина ослабления доллара окроется в крайне крепкой иене. Но в целом, в отношении других инструментов, доллар по-прежнему остается одним из лидеров рынка. И стоит только рынку получить еще один позитивный сигнал с точки зрения статистики, либо комментариев чиновников ФРС, как вероятность повышения ставки снова ползет вверх и, соответственно, доллар не откажет себе в удовольствии, чтобы снова заявить о своих амбициозных и, на мой взгляд, по-прежнему сохраняющихся лидерских позициях. Поэтому мы настраиваемся и на сильный доллар, который может оказать дополнительное давление на европейский валютный актив. Что касается, в частности, других валютных пар, фунт против американца. Сейчас 1,4414, консолидация продолжается рядом с отметкой 1,44. И мы понимаем то, что фунт буквально в одном шаге, чтобы пробить эту поддержку, превратить ее в сопротивление и двинуть ниже. Ниже наша цель 1,42. До нее остается совсем, на мой взгляд, чуть-чуть, потому что фунт уже доказал то, что за очень короткий промежуток времени может показывать безумную волатильность и диапазон хода. Учитывая то, что мы свалились буквально за несколько дней с Сахая 1,47 с чем-то, даже 1,4770, по-моему, был. Да, вот текущих значений 1,4414. Вчера состоялось выступление Карни, из которого стало ясно то, что вероятность выхода Англии из состава ЕС не стоит недооценивать. Она присутствует, она есть, так же, как и шансы на то, что Англия сохранит свое членство в рамках европейского регулятора. Об этом мы уже говорили. Наша задача сейчас следить за общественным настроением. Думаю, что в ближайшее время мы увидим новые перестановки сил, какие-то ребалансировки. В целом, если снова большинство будет располагать в пользу вот этого решения по мрачному негативному сценарию, давление на фунт будет усилено еще многократно. В общем, до 23 июня у нас много дней в запасе торговых полноценных сессий. И уверен то, что будут еще выпады со стороны компаний, опять же, тех, которые ратуют за первый сценарий и за второй. И это мы будем отыгрывать британцам. Но прежде всего, мы не будем устраивать вот этот расколбасы вверх-вниз. Если вы любите рисковать, вы можете попробовать использовать и потенциал роста. Я не советую это делать, но, по крайней мере, я это делать точно не буду. Есть позиция, которая связана с ожиданием слабого фунта, и я буду придерживаться именно этого ориентира. Вчера вышли данные по индексу деловой активности в производственном секторе, строительство точнее. Статистика плохая, как и ожидалось, снижение индекса с 52 до 51,2. Сегодня у нас в сфере услуг. Ключевой сектор британского рынка, который охватывает больше 80% экономического роста. Я надеюсь увидеть плохие цифры, и, соответственно, эта цифра может стать причиной усиленного давления на британца, чтобы продавить его ниже уровня 1,44. Доллар и японская иена. Здесь, чтобы объяснить текущую динамику валютной пары и коррекцию до уровня 108,73, на котором она сейчас находится, это несколько. Во-первых, совершенно очевидно, если иена укрепляется, значит, кто-то чего-то боится. В данном случае есть вероятность того, что Англия, как я уже отметил, покинет состав ЕС. И учитывая то, что уже заведомо до этого многие, точнее даже все, высказали за то, что если дело дойдет до этого сценария, мировая экономика может пострадать. Не нужно рассматривать этот риск в рамках только последствий для Англии и для Европейского Союза. Затряхнет весь глобальный рынок. Соответственно, опасения такого исхода выступают причиной после данных по общественному опросу повышенного спроса на японскую валюту. Может быть, более существенными сигналами являются то, что премьер-министр Японии Синзаба отложил повышение налога с продаж. И, как я отметил вчера, по идее бы эту инициативу можно трактовать как разгрузку для иены. Но сейчас трейдеры пришли к выводу о том, что если налог был перенесен, значит, скорее всего, удастся избежать расширения программы количественного смещения. То есть, если иена не дождется новых стимулов, значит, нет причин для серьезной слабости. И еще, на мой взгляд, один важный момент – это блок слабых данных по Китаю, о которых мы уже говорили. Я допускаю то, что, может быть, китайская статистика является таким же определяющим фактором для укрепления иены, как и решение Синзаба по переносу налога с продаж. И косвенно подтверждают эти предположения. Сегодня укрепление иены, которое мы наблюдаем сразу же после выхода данных по сфере услуг Китая. Снова слабые статистики, о чем я также уже оговорил. Соответственно, как только импульс укрепления иены выдохнется, я думаю, что это может произойти уже до конца сегодняшней торговой сессии, нам нужно будет снова восстанавливать длинные позиции по доллару, ну, либо тем, кто уже их держит, еще больше убедиться в том, что доллар сможет выкарабкаться и, соответственно, затащить иену выше 110. Что касается причин, ADP вчера по факту цифры 173 тысячи, это рынок труда, против прошлого отчета 166. И заявки на пособие по безработице 267 тысяча с 268. Позитивная статистика, которая позволяет нам надеяться, что в ходе сегодняшнего выхода ключевого отчета по американскому рынку труда, Non-Farm Parals, у нас есть возможность услышать и увидеть хорошие цифры, как по количеству новых рабочих мест, так и по уровню безработицы. И, как я уже отметил, еще большую ставку я делаю на позитив по росту заработных плат. Соответственно, если эта статистика не подведет, мы сможем наблюдать серьезный рост американца против всех конкурентов, в том числе и против японской валюты. И думаю, что в связи с таким оптимистичным и положительным настроем, сегодня, к концу торгового дня, пара доллар-японская и иена очень неплохо реабилитируется. Из других валютных пар все без изменений. USDCAD 1.3086, австралиец 0.7250. В целом, учитывая уровни позапрошлого дня, не сильное изменение. Доллар-франк торгуется на отметке чуть ниже 0.99 и в целом, по-прежнему, сохраняет потенциал движения к паритету. Австралиец-Новозеландец. Вот здесь все идет как по маслу, мы постепенно снижаемся. Уже котировки 1.06.05, у нас цель 1.05. Слабость австралиица более очевидна. Из важных отчетов сегодняшнего дня. В 11.30 через полтора часа сферу слух Англии. Ждем слабую цифру и ждем, что она поспособствует тому, чтобы пара оказалась ниже поддержки 1.44 фунт в доллар. И если уж не сфера услуг, то, по крайней мере, сильные данные по американскому рынку труда смогут справиться с этой задачей. В 15.30 нон-фарм перлс, соответственно, уровень безработицы и динамика заработных плат. И в 17.00, как десерт, так же американская статистика, динамика по сфере услуг. Жду позитивного отчета и здесь. Что касается кодового слова на сегодня, давайте в качестве такового возьмем ралли бонуса 17%. Действует он до следующего брифинга. Следующий брифинг состоится в понедельник. И не забывайте о том, что в понедельник также традиционный и вебинар, правильный понедельник, в 16.30 по московскому времени. Если у вас будет возможность его посетить, буду рад вас всех там видеть. Хорошие торговые сессии, хорошей волатильности, безусловно, но без каких-то рисков для депозитов, попутного тренда, правильных инвестиционных решений, но и, конечно же, реализации тех ожиданий, которые мы закладываем в основу нашего спекулятивного трейдинга. Надеюсь, та информация, которую я сегодня постарался осветить, будет вам полезна и поспособствует принятию более взвешенных, объективных и обдуманных инвестиционных решений. Хороших также выходных. Ну а с вами увидимся уже в ходе брифинга, который состоится в понедельник. Прямой эфир в 9.30 по Москве. Всего доброго. До свидания. Прямой эфир в 9.30 по Москве.